Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 28 мая я продолжаю знакомить вас с сортами гномов. И в первую очередь делаю обзор тех сортов томатных гномов, на которых в конце мая в открытом грунте уже завязались плоды. Я уже рассказала и показала вам томатный гном металлика, томатный гном золотой цыган. Но это были новинки, которые у меня впервые в этом году. А сейчас хочу рассказать о другом сорте, который для меня не является новинкой этого года, который я выращивала в прошлом году, и о котором могу уже дать вам больше информации, потому что в прошлом году мне очень понравился. И в этом году он показал прекрасные результаты. Это гном пурпурное сердце. Номер 810 у меня в каталоге. В прошлом году он мне очень понравился и на вкус, и на цвет, и строение куста. Поэтому в этом году, в 2022, он у меня выращивается в трех вариантах. Вот здесь в открытом грунте на поднятой грядке. Потом выращивается в теплице для получения раннего урожая, где он уже созрел, сейчас покажу вам. И в ведре. И сейчас все три варианта вы увидите, чтобы полностью рассмотреть этот сорт со всех сторон, потому что он этого достоин. Гном пурпурное сердце вот такой яркий представитель томатных гномов, потому что он невысокий, 50-80 сантиметров. Вообще по характеристикам детерминатный, среднеспелый. И смотрите, у него лист тоже морщинистый, как и у всех других. Вот сейчас переместимся. Но у других они более такие массивные. А у пурпурного сердца немножко как бы, как сказать-то, более ажурный и менее объемный. И вот это такое прекрасное сочетание небольшой высоты и не сильно объемных листьев дает возможность выращивать и в горшках, и в кашпо, и в теплице. Вот такой у нас листик. Ой, оторвался. Но больше всего в прошлом году меня поразили своей красотой плоды вот этого томатного гнома, пурпурное сердце. Они сердцевидные, вот прям ярко выраженные сердцевидные. Такие изящные сердечки. Будут пурпурно-красного такого цвета. Они небольшие, вес 100-120-150 граммов. Но на кустике их много и смотрится очень красиво. Давайте пойдемте посмотрим. Я покажу вам, какой у меня получился томатный гном пурпурное сердце при выращивании в ведре. Ну вот оно, мое пурпурное сердце в ведре. Вот меня прям восхищает это изящество форм помидорок. Такие сердца, прям вот такие вот. Так, сейчас удобнее устроимся. Смотрите, вот здесь вот у меня один куст. Вот видите, один корень. Но на нем, к моему удивлению, очень рано начали завязываться плоды и столько много, что им даже стало тесно. Они вот смотрите, вот один, второй, там зажался третий, четвертый. Вон на заднем плане там, вот, видно или нет, не знаю, пятый. И очень много продолжают цвести, и завязываться плоды. Так что вывод по выращиванию в ведре насчет пурпурного сердца такой. Идеальный сорт для выращивания тем огородникам, у которых нет огорода. Пожалуйста, на балконе, мне кажется, даже на окне он вырастет. Вот смотрите, 10-литровое ведро. Как он гармонично и компактно здесь смотрится. Но я хочу отметить, что вот этот куст, он получился более такой, как бы сказать, больше у него зеленой массы, у него больше здесь всего, чем там в открытом грунте. Потому что первое время он у меня стоял в теплице, в комфортных условиях. Ну или если бы, например, я его держала дома, наверное так. А те на улице, они немножко поменьше. Вегетативный вот этот вот аппарат, он поменьше. Но я думаю, там тоже она разрастется, потому что там она более молодая. Рассада была. А это, видите, уже взрослый куст. Раз он уже поспел. В ведре начал спеть. Все прекрасно. Сейчас пойдем посмотрим в теплицу. Про этот сорт вообще, кроме восхищения, у меня ничего нет. Он именно вот прям настоящий-настоящий. Гном-гномоч. Маленький, компактненький, урожайный, продуктивный, красивый. Я влюбилась в прошлом году в это пурпурное сердце, как и во многие другие. И еще хочу отметить, но я в конце буду делать вывод, этот сорт именно удачен для раннего урожая. Вот если про дельта-дайвер, я говорила, что у него куст огромный, он пока формирует куст, пока туда-сюда. А вот эти два сорта, бой с тенью и пурпурное сердце, маленькая высота, компактный куст, много зависи и спеет прям в первую очередь. У меня в ведрах был высажен и дельта-дайвер на пробу, и улура-охра, но поспели только бой с тенью и пурпурное сердце. Что в теплице они в первую очередь поспели, что здесь. Другие томаты, они, у них завязи много, завязи прям такие хорошие, серьезные, но спелых пока что нет. Ну вот, осталось мне показать вам, как выглядит сегодня пурпурное сердце в теплице для получения раннего урожая. Да, здесь в тепличных условиях, как и другие сорта, конечно, томатный гном, он увеличивает размер куста. И видите, какое пурпурное сердце здесь, оно выросло, ну, наверное, даже до метра доросло. Но все равно, если посмотреть по сравнению с другими, видите другие? Это вот здесь у меня и улура-охра, и этот дикий фред, и, ну, не важно какие. Вот сравниваем, что вот это пурпурное, а вот это все другие. Видите, высота какая пошла. И тут же сейчас сравним еще и бой с тенью, про который я говорила, что он в первую очередь тоже поспел. Бой с тенью раз, опять хоп, опять ниже. Так что вот эти два сорта, которые низкорослые и которые не сильно разрастаются, они как раз идеальны для получения раннего урожая. Именно они у меня и поспели в теплице. Но если бой с тенью поспел, но плоды у него не крупные, мелкие, они же, как мелкие, обычно быстрее спеют, то пурпурное сердце поспели огромные плоды. Вот тут у меня, смотрите, первое, которое поспело, это сдвоенный плод. Он, конечно, это не норма, что вот два плода вместе, но все равно сам факт, что он созрел, смотрите, огромный, он у меня еле в ладонь не влазит. Вот сегодня я его, наверное, съем. То второе уже идет стандартное сердце. Вот это именно таким должно быть пурпурное сердце, сердцевидной формы, вот такого вот какого-то темно, такого темноватого, называют и фиолетовым, и пурпурно-красным, и всяким, но не чисто красный цвет. Вот это настоящее пурпурное сердце. Я думаю, что сегодня вот про томатного гнома пурпурное сердце, я могла бы даже не подводить итог. И так все ясно. Хорош во всех трех случаях. В открытом грунте одним из первых завязал плоды, плоды уже крупные. В теплице одним из первых созрел, причем куст более-менее такой, как сказать, не безобразничает в теплице, не очень разрастается, можно выращивать и в теплице. Но больше всего мне понравилось, как он ведет себя в ведре. Компактный, весь увешан томатами. И такой, как бы сказать, веселенький, его много, прям хорошо так пышно разрастается. Может быть, не только, как это, поставщиком томатов, но и украшением вашего балкона в декоративных целях. Представьте, сейчас вот эти пурпурные сердца, все покраснеют. Вид будет сногсшибательный. Лишние листья еще, если убрать, будут одни томатные сердца. Все, постаралась вам подробно рассказать. Этот сорт могу посоветовать и огородникам, у которых нет огорода, выращивайте в кашпо. И для тех, у кого выращивание томатов практикуется только в теплице, для получения раннего урожая, тоже можно два кустика посадить. Ну и, конечно, в открытом грунте. Везде он хорош, маленький, культурный, компактный, раннеспелый. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это томатный гном «Пурпурное сердце», номер 810. Осенью, пожалуйста, в августе, в сентябре, за семенами можете ко мне обращаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!